И вижу, сорри, так, пятый Симонов Алексей, и семнадцатый Степаненко Никита. Так, и двадцать третий Шувала в корзине, в корзине соперника. Вообще, в целом, интересный, интересный матч. Я пару, пару выходных на захлели в пятером, без тренера, и это была игра с ГСЕ, и я точно помню, что ГСЕ вообще пришлось нелегко. Ребята разложили неполная скамейка запасных. Сегодня интересно посмотреть, как развернется матч, потому что НЭЦ очень сильная команда, они слаженные. Интересно, в прошлый раз все-таки Олимпик Старт забрали свою победу финальными трешками в последней четверти, а так ровненько шли ребята обстоять, потому что и ЦСКА серьезные такие ребята, ну как молодые, кровь с молоком, все дела. Ну и Москва у НЭЦ тоже слаживает кольцо. Ну вот, рассказов Никифор, свалил все-таки на игроке в нападе, в защите. И Получик тоже лидер, может быть капитан, сейчас мы перед матчем как раз-таки с ним обсуждали вопросы по поводу состава и номеров игроков. Ну, есть ответственность на парня, подразумеваю, что он как раз-таки такой хороший проход был, что и правят. Но на подхвате, на перехвате были все еще они, но вот видите, не удалась атака. И не забиваешь ты, забьют себе. Хорошо, хорошо, ЦСКА отвечают. Пока, ну, счет практически ровный, 9-10, СНЭЦ ведут. Леснее, наблюдай за матчем, за игрой, за событиями на паркете. Ой, какие движения со спиной, мне понравилось. Своё умение вести себя на паркете. Из спортивного мира, кто-то из спортсколы, кто-то из академии. Вот, и поэтому здесь, может быть, уже есть какая-то часть ЦСКА. Интересно наблюдать. Вот, и я к тому, что, несмотря на то, что они такие молодцы и сык, а вот их 22-й номер, Вячеслав, может показывать класс на паркете. Чё? Ай-яй-яй, из-под кольца они забивают НЭЦ с первого раза, но в итоге отвечают. По поводу команды ребят в белом, уже счет, конечно, поменялся в сторону ЦСКА. Это то, о чем я и говорила. То есть они выглядят в воздухе некоторых своих участников. Ну и снова видим, как перехватывают ребят из ЦСКА. Мяч, мяч. И уже забили свои два. И вот еще три, но бесподобные. Пидорщенко Вячеслав влияла в плане очков. Ну, вот, допустим, сейчас Халав прошит. Имеет возможность прибавить очков для своей команды. Ладно, в общем, НЭЦ все еще в атаке. Лёшку надо. Да, 34 номер. Очень спокойно подумал, подготовился, бросил. Бум, респект и уважение за атак. Быстро добежал до конца, но это было продумано. И чувствовалась уверенность в движениях. Отлично. Вот. Ну и с другой стороны паркет. Где корзина НЭЦ. Ладно. У ребят еще есть много времени. Три тайма, чтобы отыграться. Хороший флот. Как вы сейчас видели. И стоя из своей команды. Пока по одному. Опа. Ну и... Колев Калаян. А Палах от ЦСКА. Вроде бы 22 номер. Еще не фалил. Сейчас посмотрю в статистике, чтобы не быть голословной. И потом закончился первый тайм. И вот мы еще раз видим, как он сразу в нескольких защитников пошел. Сделал хорошую скидку на партнера. И вот плюс 2. Это очень даже пригодится НЭЦ. Причем можно в таком свободном, спокойном формате бросать. Да. Ну, со средними бросками у Алексея все хорошо, все в порядке. Бросать. Да. Ну, со средними бросками у Алексея все хорошо, все в порядке. Посмотрим сейчас второй раз. Да. Второй раз тоже получается. Не сомневался. Самодовольно, самонадеянно. Александров Никит поступает. Окей. Ну, и мяч все еще у ЦСКА. Трешка. Вячеслав. Под конец, конечно, игроков там поднабралось под кольцом. Ладно. В общем, ЦСКА все еще в атаке. Вот, трешечка. Вот. Ну, так и надо. Так и надо. Пожалуйста, ЦСКА на подборе. Они не дремлют. Они перехватывают мяч. Дает четкий пас и... У-ху. Забивают. Ну, и все еще Нец. Все еще Нец в атаке. Вау. Алексей не забивает. А, ну, игрок под кольцом. Джоу. Джоу забивает. Можно считать, что это был пас от Алексея. Окей. Хороший пас. Да, 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 да. Отличный пас был сейчас от Вячеслава. Мог соперника. Ай. Ну, и не завершили атаку, конечно. Они, ну, как-то расслаблено очень все сделали. И вот площадку в этот раз не завершился перехватом. Наоборот, Нец забили. Плюс два. Ну, и Вячеслав тоже. Они дремлют. А ЦСКА быстрее оказались, чем мяч. И они успели проследить траекторию. Перехватить. И вот уже атакуют. Отличный вообще. Вот. Ну, и с другой стороны ЦСКА, конечно. Я, можно сказать, немножко их фанатка. Спустя один из матчей, не знаю, противой игрой. Ну, и частично, конечно, с этими нелепыми потерями и передачами. Ну, что поделать? Все мы люди. Окей. Нец. Сфалили ребята из ЦСКА. Снова я говорю про... Оу-оу. Из Нец, извиняюсь. Но сфалили Нец. И вот ЦСКА, Федорченко, Вячеслав. Ну, я, кстати, не сомневаюсь в нем. От комментаторов. Не уменьшалась успеха. В общем, предыдущая атака. Ой, какой пас спиной. Восхитительно. Ну, и плюс. Ой, может быть, это и тренер. Надо будет потом после матча уточнить ребят. Сори, не знаю. Сейчас, что комментировать не смогу. Но к следующей игре подготовлюсь. Уточню у них. У меня предположение. Так, ну и уже видим фалы со стороны ЦСКА. У меня будто бы дожавю. Симонов Алексей бьет свои штрафтайты. О, кстати, классные кроссы у Никифора. ПГ4, если не обманывает память. Или пятая. Перехваты только так у него получаются. Но и НЭЦ тоже прыгать умеют. И в этот раз перехватывают они. Ну и... Тут Убиваска тоже не попадает. Так, мы сделали скидку на лидера. Как он распределился? Сделал скидку на Никифора. И в этот раз Никифор успевает свои плюс два. Хорош, хорош. Ассист сейчас был у Моненко. Никита не забивает. У него почему-то стоит ноль. Я сейчас обновлю еще раз протокол. Да, 17. Так, ну понятно. Две только передачи у него есть. И пара фаллов. Ладно, окей. Ну и мы сейчас видим шутера из... Он везет команду по очкам. Так, было свободно. Было свободно в районе Колева-Калаяна. У него штрафные броски. Один есть. Так, ну и второй тоже взлет. Видно было, но это был пас через весь паркет. Мэнс попытались перехватить, не получилось. И, ну, вот ЦСКА отвечает. Мэнс, вот какая-то сейчас площадка, конечно, его перехватит. Вот. То там на аут наступит. Вот. А так-то в целом игра хорошо идет. То есть есть какие-то, ну, недочеты, вот, типа фаллов на Фетерченко-Вячеславе, который шутит хорошо в плане забивает. Ну, вот один есть. Ну, прям забораживающие они борются за мяч. И в итоге была скидка, да, основана Фетерченко-Вячеслава. Видит. Ну, забил он в итоге в этой атаке. Так, вот очень близко был, значит, ЦСКА игрок к ауту, но не заступил Молочина и забивает пич и нелепый перехват в руку сопернику. Ух ты, какой хороший был пас. Это был прекрасный пас на Александрову Никиту. Ай, потеряли мяч. Снова. Как они разыгрывали мяч. Они прямо не мяч разыграли. Снимаю. Он почти все без остановки играет. Какая была передача, ё-моё. Ну, и она, в общем-то, блин, половину паркета... Извиняюсь за мой французский. Я искренне переживаю просто. Ну, разница, конечно. У ЦСКА такая хорошая. Вот, ну, и вот интересно, как бы они играли, если бы не... Или все-таки, ну, они там держатся за лидера. 35 очей у нас. Пока что разрыв. И... Так, ну, аирбол. О, а здесь... А здесь не аирбол. Здесь была... И её не блокировали. Её проклядели и... ЦСКА забили. Но в этот раз молодцы. Отвоевали свой мяч. И Симонов Алексей... Отвоевали свой мяч. И Симонов Алексей... У меня снова дожавю. Вот стоит, пробивает штрафные свои. И попадает, что самое главное. Так, это сейчас был интересный блок от Нец. Но в любом случае он завершился тем, что они одни в атаке и забивают. А Нец... Ну, мяч был у шутера. Очевидно, он забил. Его никто не держал. Ла-ла-ла. Симонов шутер в команде, и его никто не держит. Так, ну, тем временем. Мы не подержали в защите ЦСКА. Так что они тоже... И Никита через всю площадку пас даёт на Алексея. Чуть не теряет Алексей. Но в итоге хорошая атака. Так, ну и ЦСКА уже... Не стопроцентно забивает. Но в любом случае плюс два. Так, скидка на ноль. Чем всё закончится? Да, они распределись правильно своими ресурсами. Никита, никто не... Очень приятно на них смотреть на площадки. Они неправильно пользуются возможностями. Но не всегда... Ну да, не всегда, правильно? Ты... Ты... Продолжение следует...